Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстаг канале Сладкий персик. И сегодня мы с вами готовим картошку. В каждой семье есть свои любимые способы приготовления картофеля. Картофель варят, жарят, запекают, тушат, но сегодня мы с вами сделаем его в духовке, и это будет очень вкусное и простое блюдо – картофель по-деревенски. Картофель нужно хорошо помыть. Делайте, пожалуйста, это особенно тщательно, ведь мы не будем очищать картофель от кожуры. Лучше воспользоваться каким-то специальным средством для мытья овощей и фруктов или хотя бы щеточкой. Вы же не хотите хрустеть землей, когда едите картофель, правильно? Поэтому моете его хорошо. Помытый картофель разрезаем на кусочки. Я порезала картошку пополам, а половинку разрезала еще на четыре части. Количество кусочков зависит от размера картошки, но обычно для картофеля по-деревенски его мелко не нарезают. Главное, чтобы вам было удобно его есть. Нарезанный картофель пока убираем в сторону, берем глубокое блюдо и наливаем в него растительное масло. У меня было самое обычное – подсолнечное. Затем добавляем в масло соль, паприку и сухой чеснок. В принципе, вы можете использовать абсолютно любые специи, которые вам больше нравятся. Но я бы все-таки советовала не убирать паприку или заменить ее на куркуму, потому что именно паприка и куркума придают красивый золотистый оттенок готовому картофелю. Теперь нам нужно хорошенько перемешать масло со специями с помощью обычной чайной ложки и потом переложить картофель в масло. Теперь все это хорошенько перемешиваем, лучше всего руками, чтобы каждый кусочек картофеля был покрыт маринадом, ну то есть маслом со специями. Если время позволяет, картофель можно оставить, постоять минут на 20. Но я так не делала, а сразу выложила его на противень. Противень застелила специальной бумагой для выпечки с силиконовым покрытием. Противень ставим в разогретую до 200 градусов духовку и готовим примерно 30 минут. Точное время приготовления зависит от особенностей вашей духовки и от размера и сорта картофеля. Посмотрите, какой красивый золотистый и румяный картофель у нас получается. А главное, что это блюдо готовить очень быстро и просто. Вполне заменит картофельное пюре или жареную картошку. Мне очень нравится этот рецепт, потому что картофель здесь даже не нужно чистить от кожуры. Единственное, конечно, картошку нужно хорошенько помыть водой, желательно со специальным средством для овощей и фруктов, или хотя бы со щеточкой, чтобы снять с картофеля всю грязь. Обязательно сохраните себе этот рецепт и не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok